Добрый день, уважаемые коллеги. Прошу минутку внимания. Сейчас мы начнём семинар. Ну и он, значит, необычный немножко. Эти семинары мы заканчиваем годовые цитаты по теме интенсивные образовательные технологии подготовки педагогических кадров. Ну и что может быть необычного, наверное, в отличие от предшествующих семинаров, что у нас в принципе теория не так обстоятельно рассматривается, но мы показываем наработки, которые у нас уже существуют в аудиториях при работе с китайскими в основном слушателями. Это наше, значит, самое, наверное, большое достижение. Ну и преподаватели кафедры методики преподавания интегрированных школьных курсов Ракова Вольга Петровна и Силецка Арина Михайловна сегодня нам покажут те наработки, которые есть, и вам позволят поучаствовать. Но прежде чем начать, я хотел бы предложить вам... Значит, у нас есть такая традиция, когда мы вызываем слушателей отвечать, то они называют своё имя. И на этот раз мы предлагаем вам реальные китайские имена. На розовых бэджиках женские имена, на голубеньких мужские. Пожалуйста, выберите. И самое главное, выучить все эти имена, потому что они немножко трудные. Да, тут все красивые, чужие. Ян. Ян первая, это фамилия. А, второе? Да, первое слово. Фамилия, второе. Ян. 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 Спасибо. Спасибо. Мы начинаем с теоретической части, ознакомимся с возможностями интерактивной доски, и далее у нас практическая часть. Спасибо. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Интерактивные доски появились во многих учебных заведениях нашей республики, и актуальность их использования, конечно, очень высока. Вы, конечно, все знаете, что это такое, но теория требует еще раз оскорбиться на том, что такое интерактивная доска. Интерактивная доска — это сенсорный экран, подсоединенный компьютер, изображение с которым передается на доску с помощью проекта. Все это вы видите здесь на YouTube и на данном слайде. Интерактивная доска на уроках русского языка как иностранного выполняет функции активного экрана при демонстрации на ней презентации, текстовых документов, рисунков, фильмов, а также функцию традиционной доски, где он заменен маркером, а изображение строится на самой панели интерактивной доски. Одно из главных преимуществ использования данной доски заключается в совмещении функций экрана и традиционной доски с возможностью сохранения созданных слайдов для дальнейшего их использования. Преимущество использования интерактивной доски перед другими средствами обучения определяется рядом фактором. Рассмотрим каждый по отдельности. Коммуникативный фактор или фактор взаимодействия. Работая с интерактивной доской, преподаватель находится в центре внимания, обращен к учащимся лицом, получая при этом возможность поддерживать с ними постоянный зрительный контакт. Ну а при наличии беспроводного планшета, преподаватель вообще не привязан к месту к одному доске, может свободно перемещаться по аудитории для того, чтобы контролировать правильность выполнения заданий на местах. Следующий фактор физиологический. В отличие от простого проецирования на экран, интерактивная доска не просто воспроизводит изображение с компьютера, а позволяет задействовать визуальные, аудиальные и кинестетические каналы восприятия и условия информации. Задания, которые связаны с перемещением, изменением и созданием различных объектов, позволяют актуализировать различные органы чувств, которые участвуют в восприятии материала. Повышается концентрация внимания, улучшается понимание и запоминание материала на занятии, и, как следствие, возрастает уровень познавательности учащихся. Следующий фактор коллекционный. Возможности доски позволяют качественно изменить процесс демонстрации материала на уроке. Учащиеся не просто созерцают материал, который появляется на экране, а, собственно, это характерно у нас для такого дуэта, как проектор-экран, но они имеют возможность принимать активное участие в процессе его демонстрации. Они могут вносить свои коррективы, делать пометки и текстовые комментарии к любому демонстрированному объекту, который также еще позволяет перемещать и создавать новые объекты. Следующий фактор – это фактор рефлексии. Уникальная возможность сохранения в памяти компьютера всех ходов и изменений позволяет преподавателю в дальнейшем редактировать разработанные материалы, осуществлять такого рода фиксацию. Педагог получает возможность качественно провести рефлексивый урок, то есть оценить эффективность приемов представления и подачи материала и успешность действий учеников. Успешность обучения во многом зависит от формы организации и познавательной деятельности учащихся на уроке и взаимодействия преподавателей и обучающихся. Безусловно, использование интерактивной доски не решит абсолютно всех вопросов процесса обучения, но современному преподавателю необходимо учиться использовать такое мультимедийное средство. Ее обучающие возможности могут быть успешно реализованы в процессе изучения русского языка как иностранного, на этапе доузовской подготовки иностранцев, чем, собственно говоря, мы и занимаемся. Интерактивная доска совместно с мультимедийным проектором и компьютером предоставляет нам широкие возможности для подготовки и эффективного проведения занятия по русскому языку в иностранной аудитории. Доску мы можем использовать в различных режимах. Итак, режим проекции. В основном он предназначен для демонстрации презентации в режиме Powerpoint, видео, мультимедия, текстовых документов. Он активно используется преподавателями на этапе ознакомления обучающихся с новым материалом изучаемой темы. Заранее подготовленная презентация по русскому языку, как правило, содержит у нас грамматические таблицы глагольных окончаний, падежные окончания, именно существительных прилагательных, речевые модели, которые демонстрируют употребление грамматических конструкций и так далее. Это могут быть фотографии, иллюстрации, которые способствуют усвоению изучаемого материала. Обычно в процессе объяснения нового материала преподаватель указывает на тот или иной элемент презентации и комментирует его содержание. При подготовке презентации в традиционном режиме преподаватель далеко не всегда может предусмотреть все трудности восприятия темы обучающимися. Очень часто возникает необходимость вносить изменения и разъяснять трудные вопросы, поскольку аудитория не всегда однородна, и то, что было в прошлом году, не повторяется в нынешнем. Такую возможность позволяет нам осуществлять интерактивный режим граффити, то есть электронное перо. В этом, собственно, и заключается существенное преимущество интерактивной доски по сравнению с обычной, другой. Значит, мы можем делать новые записи, мы можем подчеркивать, главное, используя это перо, это, во-первых, вносит элемент какого-то разнообразия, скучное занятие, когда учащийся может подчеркивать или, используя маркер, выделять целое слово. Если это необходимо, ну, конечно, изолять то, что уже считается важным, да? Делать, можно, очень важно делать какие-то пометки над словами, скажем, написать часть речи и указать поддержку. Китайцы их не называют по именам, а номеруют первой, второй, третий и так далее, да? Значит, это все является существенными преимуществами доски интерактивной пасхи, где ее составили с обычной доской, да? Да, нужно говорить. Кроме того, существенным преимуществом является возможность создавать по ходу занятия новую картинку. Скажем, это касается иллюстративного материала. Когда мы начинаем изучать русский язык, очень часто необходимо иллюстрировать слова, для того, чтобы они уже запоминались, иллюстрациями. И если у преподавателя уже заранее подготовлена галерея рисунков, ну, как бы здесь мы, естественно, показать можем, да? Мы заранее подготовили иллюстрацию. Да, вот мы ее вставили, да? Значит, мы с ними, допустим, хотим запомнить слово молоко. У нас есть картиночка, которая показывает нам этот предмет. И, естественно, мы должны еще написать это слово, да? Текст. Так, русский, так, русский. И здесь мы это слово напишем. Это можно сделать сначала преподаватель. У нас все правильно написали, да? Хорошо. Значит, затем, точно так же, удалив это слово, мы можем попросить это сделать учащегося, для того, чтобы проверить, как он запомнил или понял это слово. Мы произносим его, отрабатываем постановку ударения, звуков. И одновременно, вместе с этой картинкой, мы запоминаем данное слово. Значит, это очень хорошая функция, потому что визуальная, то есть наглядность очень хорошо помогает в изучении и запоминании новых слов у нас танца. Так, дальше. Мы можем, возможность у доски, такая возможность, как изменение конспекта по ходу занятия, очень хорошо помогает при отборе заданий и упражнений. На занятиях по русскому, как иностранному, традиционно используются задания, которые ориентированы на графическое выделение и дописывание нужных слов. Ну, например, это задание, давайте покажем, поисково-опознавательного характера. Значит, мы даем задание, например, читайте предложение «Дети идут в новую школу». И дальше найдите и укажите в этом предложении существительные, прилагательные в винительном падеже. Значит, они должны найти винительный падеж, новую школу. И, скажем, написать здесь этот 4, да, 4-й падеж. Следующее задание, которое мы можем вам предложить, это выделить окончание в этом слове, что они тоже довольно успешно выполняют, да. Можем поменять цвет, то есть тут уже играть можно сколько угодно. Или, допустим, следующее задание, связанное с дописыванием окончаний или целых слов. Читайте предложение и допишите окончание в лагогах. В пятницу студенты поедут на экскурсию. Значит, используя опять же электронное перо, мы дописываем окончание. Естественно, если учащийся у нас допускает ошибку, скажем, он мог написать неправильно, да, мы исправляем, он написал, например, у нас, поедем, так. Значит, преподаватель, исправив эту ошибку, обращает внимание учащихся, и дальше они в тетрадь фиксируют только правильный вариант, да, это очень важно. Так, еще, что мы хорошо и очень активно используем на этапе объяснения нового материала, это записывание пропущенных слов в предложении. Или, один момент, на этапе контроля мы используем прием установления соответствия. Значит, при изучении лексики существительных и прилагательных, на этапе уже закрепления контроля, мы предлагаем такое задание. Установите соответствие между прилагательным и существительным, перетаскивая эти слова друг к другу. Значит, прилагательное «злая» мы ввесем к слову «собака», новое – к слову «дом», чистое – к слову «окно». И правильный результат зафиксируем в тетраде. Что подальше у нас? Прием классификации или распределения слов на группы хорошо тоже используют на этапе контроля изучение темы число существительных. Предложенные существительные нужно разложить в коробке единственное и множественное число. Для вас, разумеется, труда не составляет, но иностранцам приходится иногда трудно. Значит, они раскладывают эти слова в коробки. Мы тут же проверяем правильность выполнения этого задания. Правильно или неправильно. То есть, подключается аудитория и активно идет этот процесс. Очень живо и с большим интересом. Значит, есть очень хорошая функция шторка у интерактивной доски, которую мы используем для проверки правильно выполненного задания. Скажем, набор слов, из которых наши ученики должны составить предложение. Они должны записать в тетради свой вариант ответа, который преподаватель затем, отодвигая шторку, проверяет. Предлагает им правильный вариант ответа. Ну, с этой функцией мы тоже с вами на практической части будем применять дело. И есть еще такой режим онлайн, который позволяет просматривать веб-странице, использовать интернет и электронную почту. Таким образом, использование интерактивной доски в процессе обучения позволяет нам повышать эффективность усвоения материалов при значительной экономии времени. Позволяет разведить высокую эмоциональную напряженность, которая нередко возникает при изучении сложного программного материала. Она позволяет снять усталость, создать благоприятный климат на занятии. Все это способствует более качественному усвоению знаний и развитию умений и навыков обучающихся. Мы хотим с вами поработать с этой доской и показать ее практическое применение на материале конкретной темы. Мы выбрали тему, которая называется «Главовое движение». Эта тема является очень сложной для иностранцев, но она является очень важной. В чем ее сложность заключается? В том, что в большинстве иностранных языков для обозначения и движения используется ограниченное количество слов. В русском языке их значительно больше. Вроде бы незначительная группа. 14 лиг 7, но две группы глаголов – «идти» и «ходить». Вы когда их употребляете, вы не задумываетесь над тем, когда вы говорите слово «идти», а когда «ходить». Для иностранца это очень серьезно. Ему нужно объяснить, почему нельзя сказать «я хожу туда» в тот момент, когда я иду туда. И почему, если вчера я ходил в кино, нельзя сказать, что вчера я шел в кино. Вот эти моменты, то есть движение в одну сторону и разнонаправленное движение, необходимо объяснить. И не то, что объяснить необходимо, чтобы это усвоил иностранец. В этом смысле интерактивная доска с ее возможностями очень хорошо помогает нам. Ну вот мы так просто указали вам, допустим, 10 моментов, 10 пунктов при изучении этой темы. Итак, сначала однонаправленное движение в настоящем времени. Тут же присоединяется вопрос «куда идти, ходить» с предлогами «вы» и «на». Дальше разнонаправленное движение, многократно повторяющееся в прошедшем времени – это «ходить», «ездить». Затем, добавляя приставку «по», мы используем форму будущего времени, то есть «завтра я пойду куда-то» или «поеду» в прошедшее время этих глаголов. Затем глаголы с приставками «при» и «у» – «приходить», «уходить», «приезжать», «уезжать». Опять же, лексическое значение – спряжение в настоящем времени, произношение. Тут подключается родительный поддержь направления движения, то есть вопрос «откуда ты приехал», «откуда ты ушел» и предлоги «из» и предлог «эс». Дальше глагол «приходить», «уходить», «приезжать», «уезжать» в прошедшем времени. Прийти, уйти, приехать, уехать в будущем времени и прийти, уйти, приехать, уехать в прошедшем времени. То есть, видите, работы здесь очень много. Используя вот такую простенькую анимацию, наши слушатели разбираются со значением глаголов «идти», ведь человечек идет только в одну сторону. Мы объясняем, что идти можно только туда, либо в обратную сторону, то есть в одну сторону. Ходить – это быть там и вернуться обратно, либо ходить в разные стороны, как, скажем, ходить по магазинам. То же самое с глаголами «ехать» и «ездить». По аналогии, да, ехать только в одну сторону, а ездить либо в разные стороны, либо ездить и вернуться обратно. И обязательно разница. Почему у них часто возникает путаница? Они могут сказать, я ходил в Китай, да, потому что в их языке такого разграничения между ходить и ездить нет. И им нужно объяснить, что если это другая страна или другой город, слишком большое расстояние, то только ездить. Для этого вот здесь у нас велосипеды индустрируют это движение. Так, идем дальше еще. А вот используя уже такую сводную табличку с анимацией и стрелочками, ребята запоминают разницу между глаголами «идти», «ходить», «ехать», «ездить» и по аналогии «бежать», «бегать», «лететь», «летать», «плавать», «плыть» и «плавать». Ну, такие глаголы, как, например, «брести», «ползти», «нестись», «чаться» и так далее, они являются темой для продвинутого изучения языка, а на начальном этапе, разумеется, они не используются. Так, здесь все, да? Здесь мы хотим вам продемонстрировать фрагменты урока по изучению этой темы, которую снимали сами наши слушатели китайские, поэтому качество съемки будет не очень высокого уровня, предупреждаю вас заранее. Но само занятие, выполнение упражнений вы можете здесь хорошо изменить. Я там «С домом, 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 ты идешь туда». «Ты?» «Держи, ты идешь туда, песку». «Ты идешь туда, песку?» Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok DimaTorzok 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 Спасибо. 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 Действительно, мы говорим, что мистремия «вы», что «делай и те». То есть даем такую подсказку «не здесь». Не ехать. Ездить. Да. Потому что есть слово «часто». Так, то есть движения повторяющие. Мое имя Вэйвэй. Не заморачивались. Продолжение следует. Продолжение следует. Следующее упражнение направлено на проверку усвоения лексических значений глаголов движения. Здесь уже больше глаголов. Не только идти, ходить, ехать, ездить. Их уже больше. Мы проверяем, как они усвоили эти значения. Здесь надо найти глагол и подобрать картинку. Усложгли. Усложгли. Выделить на луке. Мы можем китайскому спросить. Спасибо. Спасибо. Пошли выходить. Пошли выходить. Пошли выходить. Пошли выходить. Пошли выходить. Дальше мы преподаем викторину, которая помогает нам проверить усвоение лексических значений. И здесь уже задание более сложного уровня, так как здесь у нас добавляются глаголы движения с приставкой. А белый лебед не помню. Здесь нам нужно будет правильное ответ. Пошли выходить. Пошли выходить. Пошли выходить. Кстати, это задание мы не делали, так как оно усложненное, его не проходит на начальном этапе. Давайте попросим... Давайте читайте предложение. Сначала прочитайте предложение. Белые лебеди на другой берег, озеро. Лебедь, вы не знаете, наверное, слово лебедь, да? Птица. Это такая птица, которая плавает на воде. Птица. Проверяйте. Молодец. Спасибо. Здесь просто еще глаголы с приставками не изучайте. Потом вы все-таки, учитывая, что аудитория у нас будет не китайская, выбирали примеры соответствующие. Ведь наши учащиеся некоторых слов не знают. Белик, например. Птица. 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 В passar. Мой ребенок. Дядя Вовы летчик, он почти каждый день летает. Спасибо. А в предыдущем посмотрении было лететь на конференцию? то есть это один раз, а он летает каждый день, повторяется. — А вот там еще две китаянки. — Прочитайте предложение и выберите. — Почему сегодня я не могу поехать? — Поеду, заеду. — Ограниченное количество вариантов. — Следующий вариант. — Жанна. — Илья. — Инна. — Илья. — Илья. — Еще и картины, правильно? — Да. — Илья. 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 — По фамилии. — Илья. — Илья. — Илья. — Илья. — Илья. — Не понимаю... Покажи, ты в руку смайлик, когда у меня есть. Делайте неправильно. Часто, в древнем... Часто, в древнем... Делает неправильный ответ, да? То есть он не принимает ответ и не переходит на следующий вопрос. Понятно. Мои родители часто... ...пишут на движение вопросов. ...пишут на движение вопросов. Мой младший брат... ...бедный. Я он. Я он. Я он. Знакомые ваши слова. Младший брат... ...потает... ...много... 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 ...и последнее... Давайте Динсун. Я часто в гости к другу. Я часто в гости к другу. Молодцы. Молодцы. Масл? Да. Молодцы. Масл, который вы частично видели на видео. Мы только поменяли немножко предложения. Данное упражнение нам позволяет проверить усвоение грамматической категории тренинги глагола «стыжение». То есть слушатели должны выбрать одну из предложенных форм колокола «стыжение». Зимой часто ходят с ними. Сначала здесь. О! Волшебник. Хорошо. Надо просто посмотреть. Да. Да. Мальчик едет на велосипеде. Я не такой мах. Девушка в автобусе смотрит в окно. Девушка едет. А еще. А вы простилили. Сейчас в моем магазине будет хлеб. Идет мама. Идем и ночью. Кот ученый. Все ходит по цирке. Ого! А дальше не будет. Снимайся. Идем и счерком. Следующий. Андрей. Андрей. Он принесла в парламенте. Идем и в парламенте. Идем. Вчера я встретил Андрея. Он шел на встречу с другом. Сейчас Антон ездит на работу на такси, потому что упасывает. И едет. И едет. Сейчас. Ясно. Он хорошо знает вас, потому что часто туда... Летаем. В этом бабушка каждые выходные. Опять ездим на дачу. Вчера целый день. Шоу? Шоу в Силе. Я познаю школу, потому что автобус едет на дачу. Опять не было. Ты отличный. Это что? Это что? Еще одно задание. Это все в режиме онлайн. Что в Минске открыто на санит просвещения. Данное задание заказки. Используется на продвинутом этапе обучения. То есть на подготовительном факультете. Мы такого задания не можем дать, так как здесь используются глаголы движения, которые не являются частыми употреблений, которые слушатели не изучают. На подготовительном факультете. А что нужно сделать? Нужно угадать загадку. По глаголам движения нужно отгадать предмет или явление. Тигр. Давайте будем поднимать руку, кто знает. Рыщет, гонится, бежит. Тигр, наверное, да? Тигр крадется. Тигр крадется. Рыщет, голка обычно. Рыщет. Крадется. Кто у нас крадется? Волк крадется. Гепард крадется, ягуар крадется. Все хищники крадутся. Все хищники крадутся. Рыщет. Волк крадется. Вот тут собака, они одинаковые. Аккурат-то один. Гонится, бежит. Сложно было. Рыщет штуки гонятся все. Собака пишет. Писать, да? На ячей. На ячей. Что писать? Если пишет собака, нужно знать собака или собака. А волк как? Всегда волк. Все на вашей совести. Я говорю, волк надо. А я что говорил? Волк. Тигр? Волк. Покажем ответ. Синя, не вовище. Синя, нет волк. Давайте волк, оставляйте собаку. Собака ушла, а шьи волк. Волк. Гошачий. А мне кажется, что не волк. Вот тебе кажется. Понял? Это тебе Белла говорит. Следующее слово мы решим. чтобы вы не бегали явно струится, льет собами дым откроем черноящее верно идёт, льёт капли нельзя ошибок пиши я стараюсь льет, горгит, летает какая птица? любая птица не любая летает если её подбросит, полетит прыгает, веретляет, скачет, убегает заяц 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 а за яц заяц 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 кто? конь а что он прыгает? лошадь, потому что не только конь и кобыла тоже так делает а это лошадь лошадь прыгает прыгает внимание, братья садать? нет! конь это неправильно кобыла тоже самая вводит и указание по полному признаку кто составлял тест это задание возходит поднимается заходит что мы делаем с вами утром? вспомним наш семинар в начале года учебного видите как неплохо как то вы? как вас там зовут? хорошо по-русски мы наслаждаемся встречаем свет проверьте здорово бежит, течет, избирается река, ручей еще что? бежит, ручей бежит, ручей бежит, ручей грустей бежит, ручей бежит, ручей бежит можно да 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 Это были упражнения в режиме онлайн. Сейчас мы вам еще предложим упражнение. Это упражнение тоже не было. Это не для самого начального уровня, так как здесь встречается много глаголов движения с приставками. На начальном уровне мы не учим такое большое количество приставок, поэтому это для более продвинутого уровня. Мы вас попросим прочитать предложение, найти глагол движения, его выделить, либо подчеркнуть. И можно здесь запросить стрелками. Может, покажете? Например, можно выделить маркером, либо пером глагол движения. И потом там, каким образом здесь его затратить. Мышь китайцы, мышь. Для нас это скользко. Да, это китайцы не принимают. Выберите аромат на улице. Выберите что-то. Выберите, видите. Можно? Я бы на филологическом глаз. Шир. Мы куда изучила? Читайте первое предложение. Дома, утром. Ой, ты сломала. Ты сломала. Сломала или да? Сейчас я не доставлюсь. Вышел и, соответственно, вот здесь идем. Нет, вы действительно не так. Я дома отошел. Значит, я из дома утром вышел и снова в магазин я слышал. Это не движение. Я от дома отошел. 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 Я от дома. Значит, это вот я оттуда вышел, да? Отошел. Я от дома. Ну, пошел. А, пирог, пирог. Да, да. Какая разница? Ваше будет понятно, с каким глаголом пирогируется эта часть. Так, давайте пирогами. Ну, да. Ну, да. Ну, пошел, а это же дом. Нужно только до киоска дойдите. Чтобы там дальше зашел киоск. А потом уже пошел и зашел. Давайте дальше. Ну, что вы такие неактивные ребята. И по улице пошел. А потом уже пошел. Я вспомнил, что киоск прошел. Я тогда назад пошел. Теперь я в киоск зашел. Пирож, давайте сразу тут поменяем. В киоск я не зашел. Да, я в киоск зашел. Не зашел. Прошел. Не, я ставил все. Пошли дальше. Ну, вернитесь. Там кассир большой шутник. Перешел через дорогу. Перешел. Перешел. Там, кто? Здесь машин сегодня много. Через парк потом прошел. Прошел через парк. Через парк потом прошел. Лужу обошел. Там я лужу обошел. Мимо Пушкина прошел. Вот мы идем через парк. Обходим лужу мимо Пушкина. Дошел. Так, дошел до магазина. Подарю, подойдет. Частливо. Весь магазин. Для завески здесь. И у меня здесь пошел. По магазину пошел. По магазину пошел. Вот вынесен магазин отдельно. Обошел. Видите, разные нахуй. А что тут дал? Познакомился. Познакомился. Ушел. Правда пошел. Домой пошел обратно я. Дома ждет меня семья. Во-первых, к дому подошел. Подошел. Дверь открыл. Подъезд вошел. Подъезд вошел. Подъезд вошел. Я по лестнице поднялся. Позвонил. Домой пришел. Поднялся по лестнице. Подъезд вошел. Позвонил. Это же не ближе. Это же не ближе. Домой пришел. Да, позвонил. Это же для продвинутого. Ну а я. Просто пришел. Прошел. 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 Ольга. Прошел. А пришел. Последнее задание на сегодня. Мы вам предложим просмотреть видео, которое, я думаю, что все хорошо знают. У вас есть на столах ручки и бумага. Вам нужно, когда вы будете смотреть это видео, записать все глаголы движения, которые там будут встречаться. В той последовательности, как они идут в видео. Если они повторяются, значит, нужно записывать еще раз. Еще раз. Неважно, что это видео. Мы проверяем на лжи. 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 Как-то утром, когда завтрак уже давно кончился, а обед еще не думал начинаться, и виднепух, неспеша прогуливался со своим другом пятачком и сочинял новую песенку. ... А не пойти в него в 고сти Да Я даже... ...смечательно подумал они пойти в него в гости Что уходит в гости к утра кто ходит у гости по утрам Кто ходит в гости по утрам, то поступает утро, и между всем, рам-барам, на то, а вот и утро, а куда он идет? Тебе, конечно. Скучная ветер, не спала, да я его снимаю, но если гость пришел с утра, такого не понимаешь, такого не понимаешь. А у тебя джиндивы есть? У меня есть еще один задружный шарик. Нет, мы, пожалуйста, к тебе не пойдем, а то получше я иду в гости, как и не ешь. А, да да, пойдем к тебе. Да, если гость пришел с утра, ему спешить не надо, придет сходя и ура, ура, они у нас рады, они у нас рады. Постой, ты получаешься я иду в гости. А что ты делаешь? Фух, я как-то придумал. Давай пойдем. Кому-нибудь. Не знаю, мой, вы пойти к нам, когда приходит по утрам. Тарам-парам-парам-парам-парам, а люди в гости по утрам. Тарам-парам-парам-парам-парам, а люди в гости по утрам. Сложно? Сложно, потому что больше скорбует ships. Но, когда это выполняется итальской аудитории, естественно, мы сделаем паузу. Потому что они не могутсь только записать. здесь мы применяем что для проверки давайте просто по одному будем называть и а а а а Я уже сказала, что только идти, ходить. Те глаза, которые выучили. Движение было сказано. Движение было сказано. Движение было сказано. Так всё, последовательность, которую они были произнесены, как они поясили? Пойти, два раза. Пойти два раза. Два раза. Четыре. Четыре раза. Вот, стоя заходит. Потом идём. Потом пришёл. Не пойдём. Не пойдём. Не пойдём. Иду. Потом не идёшь. Не идёшь. Пойдём. 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 Приходим. Приходим. Приходите. Ходите. Не ходите. Всё верно. Опа. Положительный оценок получает тот, у кого именно такое количество глоболов получилось на листочке. А у кого не прогуливался? А у кого прогуливался? Нет. Прогуливался. Если бы вы были глоболы не знали. Вы бы просто не распознали. Вы бы не распознали. Нет. Не бежу. А у вас ограничили глоболы. Задания сегодня у нас для вас закончились. Так как у нас носители языка, поэтому получилось быстро. Китайская аудитория это такое количество заданий занимает несколько занятий. Мы вам показали всё, что хотели вам показать. Сейчас мы предлагаем оценить увиденное. У вас у всех смартфоны есть? Да. Да. Поэтому мы вас попросим зайти открыть сайт. Минтыку. Да. Винтыку. Ну пожалуйста. Активнее. Повторяю. Я возьму вот столько меня выполнен. И введите данный голос. И ввести вот этот голос. Это мой голос. Да. Вот покажи ещё. Минты. По. Зайдите на этот сайт и введите вот этот голос. Там у вас появится окошко. Открывается. Уже кто-то открылся. Да. Понятно. Кто-то пойти. Затем. Вам там будет предложена шкала, чтобы оценить наше воспитание. Да, нет, нет. Вот уже 4 человека отреагировали. На втором стаде вы можете поделиться впечатлениями, замечаниями, предложениями. Нужно одно предложение, нужно словосочетание, но потом рассмотрим все, чтобы учесть в дальнейшем. После того, как вы оцените наше выступление, вы можете оставить комментарии, пожелания, замечания, впечатления о нашем семинаре. Нет, если вы уже один раз ответили... Да. Да. Все? Да. Он самый способный ученик у нас. Отлично. Еще. Во все семинаре обучились. Об atroc мы себе пакет. Пос médфиный – сын впечатляет. А, с отличника такой выбор ыл. И я тоже еще однозначно кhein VICTUVI для взрослой получился. Спасибо. 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 Уважаемые коллеги, вот глядя на график считаю, что очень действительно полезный этот был семинар на всем. Но самое главное, что приятная такая рабочая атмосфера для вас была. Ну, что немаловажно, при работе с китайцами, то будет другой замест, на другом языке обучение ведётся, и поэтому какие-то нюансы, там, комплексы психологии, могут возникать и так далее, мы обязаны это всё снимать, вот, по-хорошему, по-доброму, прерывать вот эти навыки, говорили, думайте, смогли сюда. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Спасибо. Вы были очень хорошими учениками. Можно сделать, что Learning Apps — это использование интернет-ресурсов, это публичная технология. Почему не сделать то же самое, то есть возможность в самой интернативной доске без заседания интернета? Можно, чтобы это более чудоёмкий продукт. Можно интернет подключить и запустить на флешке. Любое упражнение. Но всё равно делать его нужно с помощью интернета. Ну да. Если бы, понимаете, если бы это стабильная какая-то программа была и годами её подкатывать, то это нет смысла. Понимаете? Здесь постоянно лёрдами каплюлёрных капсов меняются. Инструменты — это просто самая интерактивная доска. Ведь интерактивная доска — это и есть возможность, вот это, лесонавценить, тотал, да, лат, два. Ну, это как будто… Это сделанная версия, которая становится на смарт, а на смарт, она говорит, что ваша смарт установка. Да, да. То есть вот этот вариант, который дает возможность всё это делать, в рамках интерактивной доски. Да. Да. Отработать лучше, потому что… Это… Ну, это вопрос, что у нас, например, будет сидеть в интернет. Ну, вот это проблема. У нас интернет в том случае, если мы его заказываем. То есть есть место, которое возможно без интернета? Да. Мы можем делать в смарт, но это намного больше занимает времени и сил просто. Вот такое стихотворение — это было просто в смарт. Смарт. Если делать… Смарт. Вер, а ты тоже выкачал, выкачал, принёс на окошке и допустил в классе. Справа, у кошка. Девушка, спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Прошу». Ну, это было… завершающее мероприятие нашего постоянно действующего семинара учебника. Мы с вами в течение года учебного, начиная с 12 сентября, посетили 16 медальчатых семинаров. Поэтому приглашаются заместители деканов всех факультетов 5 июня, это среда, 15.00 на Голубе для победения итогов, для участия в круглом столетии. Я сразу предупреждаю, что все приглашаются, но сертификаты получат не все. Мы договаривались изначально с вами, что сертификаты будут получать по всему, или свидетельствам о получении квалификации только тот, кто посетил 14 семинаров. И последний семинар пропустится. Вы очень хорошие, мне нравится. Я за. 14, 16, то есть я спускал изначально, что два семинара можно по каким-либо причинам пропустить. но тем не менее каждого заместителя бекана подготовиться для участия в круглом столе. Во-первых, несколько предложений по всем 16 семинаров. Одна минута вам дается. Одна минута говорения. Есть такая образовательная технология, метод такой, который предполагает ограничение вас половине. Сколько вы в одну минуту вместите информацию, это вся информация ваша. Поэтому краткая рефлексия вот этих 16 семинаров. Я уже на ваше усмотрение отдаю, как вы это будете делать. Но одна минута. Ограничение одна минута. И предложение. Подумайте, здесь подключите коллег, подумайте над предложением от вашего факультета на следующий учебный год. То есть какой вы семинар какую технологию образовательную будете демонстрировать. Время есть, я думаю, достаточно. И с учетом того, что завтра, ну не завтра, а пятница у нас состоится спортивный праздник в университете, у нас не получится провести совещание, мы его переносим на неделю. мы переносим на пятницу в 31-м. На 9-00, традиционно, как мы его проводим. 9-00. А в 14-ть часов будет неочередное заседание научно-технического совета под утверждением учебно-программной документации к новому учебному году. Установки переносятся с 9-го. Нет, неочередное, слушайте внимательно, неочередное, почему? Потому что мы должны выдержать все нормы за три месяца, утвердить учебные планы. Высоединенные наши планы программы должны когда быть в 3-й планах? за две недели, как обычно. Ну, хотя бы вчера. в 31-м они должны пройти нормы конкурса. Особенности это касается второй ступени высшего образования. Там в первой ступени тоже там есть вопросы, я сейчас так вот много. Что касается учебных планов первой ступени, там будут внесены изменения с инструкцией Министерства образования по расположению по постановлению Министерства образования связаны с физ. воспитанием. Там мы немножко в нашем коллективе связаны именно с физ. воспитанием. То есть там на третьем курсе мы будем наши занятия переводить в разряд в факультете. поэтому до 31-го числа очень плотно надо будет поработать и вообще эту программу документацию мы утверждаем с реальностью. я благодарю сегодняшних организаторов семинара в частности Толгу Петровну Карину Михайловну и Евгения Ивановича как вдохновителя мы очень долго ждали этого я предварительно уже побывал на занятии которые Карина Михайловна проводила с китайскими слушателями хочу отметить что то что мы делали точно так же делали и они это было гораздо веселее энергичнее ну и понятно почему потому что для них это новый материал они были очень активно включены в образовательный процесс как пчелы бегали по аудитории ну и я только один хотел вопрос задать как на сегодняшний день активно вы используете интерактивную доску ну вот сколько в неделю Карина Михайловна раз один раз в неделю вы проводите занятия с использованием интерактивной доски даже на этой одной группе какой вы можете сделать вывод такой что очень интенсивно то есть они сравнение с другими которые не используют интерактивную доску так или вы дошло я ведусь только в своей группе но судя по своей группе могу сказать что большая эффективность то есть это позволяет нам быстрее изучать материал то есть не затрачивая время писания на доске вещей в том числе они более активно нравятся больше чем просто ну я еще один вопрос задам который интересует всех как долго вы готовились к тому чтобы этот материал наработать и сколько времени вам необходимо для того чтобы подготовиться к занятию к одному занятию у нас занятия один раз в неделю я примерно представляю какая у меня будет тема то есть неделю занятию чтобы полностью целый урок провести с этой доской с использованием всех этих зон и вопрос тогда уже к всей аудитории а кто еще использует интерактивные зоны здесь два три четыре пять шесть семь а нас присутствует сколько 30 человек значит значит я думаю что этот наш семинар даст толчок к использованию интерактивной доски и в следующем году если будет подобная предложена тема и подобные семинары еще будем проводить посмотрим сколько сколько есть присутствующих подымут я благодарю всех за участие желаю успехов физической деятельности все все все